Добрый вечер. Наше сегодняшнее обсуждение посвящено атеизму. Мы постараемся разобрать, в чем религиозный смысл атеизма и как концепция Рава Кука относится к нему. И поскольку атеизм – это, безусловно, огромное явление в современной жизни и занимает огромное место в духовном пространстве современного человека, то, с точки зрения Рава Кука, у всех таких явлений есть некий позитивный и положительный корень. И мы обязательно должны понять этот корень и разобраться в нем, иначе мы не сможем правильно реагировать на атеизм. В некотором смысле концепция Рава Кука воспринимает все такие явления, как вызов. Вызов для религии. Вызов, благодаря которому религия должна развиваться и изменяться. И поэтому нашей задачей не является обругать атеизм или критиковать атеизм. Нашей задачей является разобраться в атеизме. И только разобравшись с нем, приняв этот вызов, мы можем действительно продвинуться в религиозном понимании самого религии, самого иудаизма. Потому что вызовы, которые, казалось бы, направлены против нас, на самом деле являются инструментом нашего собственного развития и совершенствования. Инструментами, без которых мы не можем сами продвинуться. И именно так надо воспринимать атеизм. Начать нам, наверное, надо с того, что в эпоху библейскую, в эпоху Танаха, то есть до минус пятого, скажем, минус шестого века, но в эры, в мире, не в еврейском народе, а в мире вообще, в принципе не наблюдается такого явления, как атеизм. Атеизм. Пророки в Танахе многократно выступают против идолопоклонства, но никогда не выступают против атеизма. То есть такого явления вокруг еврейском мире нет. Но его не только нет в еврейском мире, его нет во всем человечестве. Тексты того времени, Танахического времени, это эпоха мифологии. У всех народов есть мифы. Суть мифа – это прямое общение человека с высшими мирами и прямое вмешательство высших миров в нашу жизнь. То есть не только евреи, но абсолютно все человечество ощущает, что высшие миры – это реальность, и это не просто абстрактная реальность, далекая от нас реальность, а что эта реальность непосредственно вмешивается в нашу жизнь, что высшие реальности мы находимся в одном пространстве действия и взаимозависимы. Мы влияем на высшую реальность, высшая реальность влияет на нас, и это, как я сказал, всеобщее представление человечества. У евреев такое мифологическое сознание выражается в форме монотеизма, который зафиксирован в Танахе. У всех других народов это выражалось в иглопоклонстве, и мы потом разберем, в чем принципиальная разница между этими двумя понятиями. Она совсем не в том, что Бог только один. То есть представление, что Бог один – это, конечно, очень важное представление, но все-таки оно никак не исчерпывает понятия монотеизма. Но это мы разберем позже. Но важно, что для всех других народов это реальность. И первый раз мы встречаемся с понятием атеизма в Греции в эпоху Сократа. Был ли атеистом конкретно Сократа или кто-то из его окружения, философы, которые были рядом с ними, об этом есть некоторые разные мнения, но принципиально, что именно этот момент является началом атеизма в мировой культуре. И, что примечательно, именно этот же момент является началом философии, греческой философии, есть понятие досократики, то есть философия досократа, но она кардинальна, совершенно радикально отличается от философии Сократа и после него. Уже начиная с Сократа, дальше его учеником был Платон, его учеником был Аристотель, и это и есть классическая греческая философия. А досократическая философия – это некоторое такое первоначальное обдумывание, но атеизма там еще никого нет. Но даже и это первоначальное обдумывание начинается незадолго до Сократа. И таким образом эпоха до минус VI века – это эпоха мифологическая, когда человек явно вмешивался в высшие миры, и высшие миры явно вмешивались в жизнь человека. А эпоха, начиная с минус VI века, скажем, это эпоха, когда уже были люди, которые не видели такой связи, которые отрицали это взаимовмешательство человека и высших миров как личностей. Не в том дело, причем здесь надо отметить очень важную вещь, не в том дело, существуют ли высшие миры сами по себе, а дело в том, являются ли высшие миры личностными сущностями, вмешивающимися в нашу жизнь. И именно в этом является кардинальная разница. Потому что обсуждение существует ли нечто, что не вмешивается в мою жизнь – это рассуждение абстрактное. Можно считать одно, а потом можно считать другое, можно приводить доводы, но эти вещи не являются реальностью для меня, настоящей реальностью для меня является не то, что вообще существует или не существует. И это все той или иной формы философской спекуляции. Это существует на самом деле, или это моя модель, или как это воспринимать. Это все теория, так сказать. А настоящая реальность для меня – это не просто существование или несуществование чего-то, а вмешательство этого чего-то или кого-то, скорее, в мою жизнь. Потому что если этот кто-то или даже что-то, как мы это назовем, вмешивается в мою жизнь, то вот это я уж игнорировать никак не могу. И поэтому признаю ли я такое вмешательство или не признаю я такое вмешательство – это и есть настоящая разница в подходе. И, кстати, именно в этом суть различий между монотеизмом и иглопоклонством. С точки зрения иглопоклонства нектое высшее единое, оно тоже существует. И вообще самое высшее, оно обязательно должно быть единое, потому что на самом высшем уровне не могут быть два разных. Если есть два разных, то между ними должно быть какое-то равновесие, какой-то закон равновесия, какие-то принципы. И тогда вот эти принципы, этот закон равновесия, он-то и будет тем самым высшим, единым. Поэтому даже все иглопоклонники признают некоторую высшую, я бы даже не сказал высшую силу, потому что слово «сила» – это персонификация, а у иглопоклонников это скорее высший закон, высший принцип равновесия какой-то. Это может быть карма, это может быть рок, это может быть закон неба у китайцев, но вот это нечто высшее, оно всегда одно. Но для иглопоклонников с этим высшим невозможно установить диалог. Оно не личность, оно не разговаривает с тобой, оно не ведет с тобой диалог, оно не вмешивается в смысле волевого действия в твою судьбу, оно влияет, может быть, и даже определяет, но оно не личностно, с ним нельзя поговорить, его нельзя, на него нельзя повлиять в таком смысле, как пообщавшись и пойти к взаимопониманию, и поэтому приходится разговаривать с низшими силами, а вот их уже обязательно много, которые более личностные. И в этом смысле разница между иглопоклонником и монотеистом состоит не в том, что Бог один или богов много, а это просто проявление другой разницы, более фундаментальной. Эта разница состоит в том, как понимать вот это самое высшее. Самое высшее – это личность, а личность – это кто, как человек. Потому что у нас нет другого представления о личности, кроме как мы сами и другие люди, поэтому личность – это не сущность, и личность – это есть отчеловечение, персонифицирование, то есть перенос сущности человека на что-то другое. Это и есть понятие личностности. И поэтому, если Всевышний – это личность, как считает монотеизм, то тогда действительно мы можем с ним войти в диалог и взаимопонять друг друга. А если Высшее – это закон природы, с которым мы не можем войти в диалог и понять друг друга, то приходится общаться с низшими, а их уже обязательно много, как я сказал. И такое представление о Высшем как личности, то есть сущность монотеизма, она зафиксирована в таре, на самой первой странице, где сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. То есть Бог создал все миры – небо и землю, всё, что в них, и человека не просто создал человека, а по своему образу и подобию. То есть это и есть в сущности формулировка того, что Всевышний – это личность. И поэтому мы можем с этой личностью войти в диалог, поэтому нам дальше запрещается обращаться к другим силам, к более низшим. Это и есть, чтобы, известная заповедь, чтобы не было у тебя других богов, кроме меня. То есть не обращайся к другим высшим силам. И из этого выводится, из этого следствием этого является вообще весь монотеизм. Поэтому монотеизм действительно произошел в таре с самого начала. Но возвращаясь к атеизму, как я уже сказал, в древности, то есть в эпоху Танаха, до минус шестого века, никакого атеизма, как отрицания, высшей реальности нет. И оно появляется только примерно в минус шестом веке. Это изменение коснулось всех цивилизаций абсолютно. Это произошло и в Израиле, это произошло в Греции, это произошло в Индии, это произошло в Китае. И в этот момент появилась греческая философия с одной стороны, и кончилась эпоха Танаха, началась эпоха второго храма. То есть пророки сменились на мудрецов, прекратилось пророчество в Израиле, это другое проявление. И в Индии появился буддизм примерно в это же время. И в Китае появилось конфуцианство и дарсизм примерно в то же время. И это всеобщее мировое явление, которое явно нельзя объяснить влиянием просто одной стороны на другую, такие вещи. И одним из первых в европейской культуре это явление отметил немецкий философ Карл Ясперс в середине XX века, который это осевое время сделал очень широко, от минус 800 до минус 200, но как осиедине это минус 600. И Ясперс назвал это явление осевым временем. То есть как бы это минус 600, это такая ось времени, когда появился современный человек. Надо сказать, что Талмуд, разумеется, за полторы тысячи лет до Ясперса очень четко говорит об этом моменте, об этом изменении. И тоже относит это ко всему миру, а вовсе не к еврейскому народу. И Талмуд объясняет эту разительную перемену в человечестве некоторым специально происшедшим божественным решением, которое было связано с еврейским народом, состоянием человечества. Но Талмуд считает, что было специальное решение Всевышнего прекратить связь, прямую связь людей с высшими мирами, прекратить видение высших миров. Человек не мог это увидеть напрямую. И таким образом Талмуд полагает, что до осевого времени, то есть до минус 600 года, во времена Танаха, человек действительно видел высшие меры, действительно чувствовал высшие меры. То есть высшие миры были для него такой же, собственно, реальностью, как и обычная реальность вокруг нас. И поэтому было пророчество. Поэтому были чудеса, которые, в общем, мы находим на каждой странице в Танахе, а во времена второго храма чудеса – это огромная редкость, и все они такие скромные, что, в общем, скрытые. Явных чудес совершенно не бывает. По-настоящему явных чудес. То есть явное чудо – это ситуация, когда человек абсолютно однозначно воспринимает это как чудо, как вмешательство высших миров и видит это вмешательство. Вот ничего такого после того, как прошло осевое время, с течетом не наблюдается, говорит Талмуд. И Талмуд объясняет это тем, что человечество не могло выдержать соблазн и долопоклонство. Нужно было понизить уровень человечества, убрать у него остатку зрения и ощущения, убрать вот эту прямую связь с высшими мирами, чтобы человек мог отдалиться от божественности и перестрелить сам себя, исправить себя. Здесь мы, кстати, видим очень важную вещь. То есть люди древности, люди мифологического сознания в эпоху Танаха, они отнюдь не были глупее нас. И, в общем, прямое доказательство того, что они не были глупее, просто в том, что они написали Танах. Танах остается до сегодняшнего дня совершенно непревзойденной книгой. Это книга, которая была переведена на все языки, которую принимает абсолютно все человечество. Ну, опять же, не все, конечно, скажем, христианское человечество. Это все-таки 2 миллиарда наиболее продвинутого человечества на Земле сегодня. И, кстати, библейская вера распространяется активно в таких областях, как Китай или Корея на наших глазах, которая перешла в христианство, то есть в буддистских областях, которые, казалось бы, имеют тысячелетнюю буддистскую культуру. Тем не менее, христианство активнейшим образом завоевывает эти страны. Не только какие-нибудь, там, скажем, малоцивилизованные страны Африки, где не было такой уж и развитой своей культуры, а совершенно высокоцивилизованные конфуцианские страны типа Кореи. И в Китае тоже это миллионы, не миллионы, а десятки, а может даже сотни миллионов человек по разным оценкам. Но, безусловно, Танах совершенно остается совершенно непревзойденным базовым, совершенно фундаментальным текстом, который создал западную цивилизацию. И если люди в древности написали такой текст, под божественную диктовку написали, по божественному наитию написали, но люди ощутили, они получили этот голос, они получили это откровение, они написали, то явно эти люди не глупее нас, нельзя считать, что они были примитивными. И поэтому то, что древний человек действительно ощущал это и видел, это, в общем, вполне разумное предположение, так сказать. Оно есть не только в еврейской культуре, оно есть во всех культурах, поэтому его как-то несколько глупо отрицать. глупо быть таким высокомерным, если человечество с тех пор ничего подобного не написало, а тогда написало, то глупо быть высокомерным и сказать, ну ладно, они просто не понимали, а мы теперь гораздо умнее. И в этом смысле надо сказать, что вообще в аудоизме есть идея, она очень важная идея, что для того, чтобы человек, которым что-то неправильно мог перестроиться, исправить себя, ему иногда необходимо отойти подальше от божественного, потому что близость к божественному не даёт возможности сконцентрироваться на себе самом. И поэтому в аудоизме есть идея о том, что в некоторых случаях человека надо отдалить от храма, удалить, скажем, от святости. И тогда он, предоставленный самому себе, подальше от святости, он может реально восстановить свою собственную личность, а потом уже идти контактировать со святостью. То есть контакт со святостью в ситуации некоторого морального несовершенства, он может разрушительно воздействовать на человека. И в этом же плане, как есть такое с человеком, есть такое и с человечеством. То есть был момент, когда нужно было отойти от связи с высшими мирами, уменьшить эту связь, потому что человек не мог на здоровом уровне общаться с этими высшими мирами. Это общение было нездоровым из-за внутренних моральных проблем человечества. И поэтому осевое время отдалило человека, опять мы здесь говорим понятиями не просто столетия, тысячелетий человеческой истории, но поскольку история человечества действительно как единого организма, она занимает много тысячелетий, то это вполне разумный масштаб. И опять-таки Танах написан был именно до этого момента. Так вот, таким образом, переход осевого времени, который, как я уже сказал, в еврейской истории, это возвращение из Иоаннского плена, то есть полный конец первого храма и начало второго храма, этот момент отдалил человечество от видения высших миров. И именно в этот момент идолопоклонство начало постепенно сменяться атеизмом. То есть до этого атеизма не было, в этот момент атеизм появился. И, как мы уже сказали, именно в этот же момент появилась философия, а до этого философии не было, было пророчество. И в этот же момент прекратились явные чудеса, а до этого явные чудеса были. И это отдаление произошло абсолютно во всех культурах всего человечества. И это момент Сократа, момент появления атеизма в цивилизации. И мы теперь попробуем определить, в чем был и в чем есть сущностный смысл этого атеизма и как этот атеизм развивался дальше. Прежде всего отметим как мы уже сказали появление философии. Что такое философия? Философия – это попытка ответить на вопросы о смысле бытия, о глубинной природе бытия. То есть попытка от локальных наук, которые изучают, скажем, физика, химия, биология, задать общие вопросы о смысле жизни. И спрашивается, почему нужно это обдумывать, разве не легче спросить у того, кто создал мир, если эти вопросы ему задать. И проблема-то здесь именно в том, что когда такие вопросы можно было задать, то есть когда существовало пророчество, и когда человек видел высшие миры, то и философии не возникало. Было пророчество, оно отвечало на все эти вопросы. То есть глубинные вопросы про бытие задавались и раньше. Вовсе нельзя сказать, что до этого человек не задумывался, а здесь он задумался. Ничего подобного. У пророков в Танахе мы наблюдаем ничуть не менее глубокое обсуждение всех этих вопросов. Только не нужно было быть философом. Напрямую эти вопросы задавались Всевышнему, и напрямую ответы получались от Всевышнего, и эти полученные ответы пророки и передавали. И поэтому не было нужды философии. Можно даже сказать, что когда человек напрямую общался с высшими мирами, он был поглощен этой реальностью. А философия выступает, когда реальности настоящей уже нет, есть отдаление от нее, и можно только вспомнить о ней, можно подумать о ней, можно проанализировать. Человек, вообще вовлеченный в реальность, не занимается рефлексией на эту реальность. Настоящая вовлеченность, она враждебна рефлексии. И более того, рефлексия убивает настоящую вовлеченность. И поэтому философская рефлексия появляется именно тогда, когда настоящей вовлеченности уже нет. Когда есть отдаление, и тогда можно об этом рассуждать, раскладывать по полочкам, анализировать, вводить терминологию и все прочее, чем, собственно, и занимается философия. Поэтому очень не случайно, что отдаление от высших миров и появление атеизма параллельно с появлением философии. И также с этим параллельно отсутствие настоящих чудес. Ведь если есть настоящее чудо, то нет вопроса о диалоге с высшими мирами. Это настоящее чудо и есть одно из появлений такого диалога. И также пророчество. Если есть пророчество, значит, есть диалог. И поэтому точно так же с необходимостью прекращения явных чудес и прекращения пророчества тоже совпадают с этим моментом осевого времени и перелома, приведшего к появлению атеизма. Таким образом, атеизм это философский взгляд, который в отсутствие прямого чувства связи с высшими мирами, с личностью высшей, объявляет о несуществовании этих высших миров, поскольку нет диалога, а если нет диалога, то нет и существования высшего. Ведь если что-то не вмешивается, как мы сказали, в мою жизнь, то, в общем-то, его по-настоящему для меня не существует. Это все некоторые модели, а не настоящая реальность. И вот этот атеизм тем самым в каком-то смысле является протестом против этого отсутствия диалога. И естественно, что атеистами становятся только очень сильные личности. Средний человек в отсутствии настоящего живого прямого диалога может сказать и говорится, не то, что может сказать, а обязательно говорит, что ну хорошо, он сам не чувствует диалога, но кто он такой? Он просто средний человек или маленький человек, тем более, но куда ему прямой диалог с Богом? Традиция говорит, что Бог есть, значит, наверное, есть. А то, что он не чувствует этого Бога, то, что он не чувствует прямого разговора с Богом, не видит откровения Бога, не ощущает высшей миры, но кто он такой вообще, чтобы ощущать? И поэтому средний человек не будет сам по себе создавать атеизм. Чтобы создавать атеистическую концепцию, чтобы приложить дорогу этой атеистической концепции, нужны великие личности. Это то, что называется в кабале души мира хаоса. Мы не знаем достаточно, наверное, о Сократе, чтобы установить, был ли Сократ таким человеком, но, наверное, он таким был, ведь он восстал против классического подхода, который был всеобщим в его время, а восстать против всеобщего подхода это одно из проявлений душ мира хаоса, великих личностей, но заведомо такой личностью был, скажем, Ницше. И фраза мы, конечно, перепрыгиваем от Сократа к Ницше, потому что мы не рассматриваем атеизм в его историческом формировании, а рассматриваем его как в его сущностном выражении, а сущностное выражение, в общем-то, оно то же самое и в древности, и в современную эпоху. И Ницше, который известен своей великой фразой «Бог умер», и он говорит «Бог умер, и я был на его похоронах», это не потому Ницше так заявил, что он был нечувствителен к Божественному, а наоборот, потому что души мира хаоса очень чувствительны, и когда душа мира хаоса не ощущает вот этого прямого общения с Божественным, то у определенного типа душ, конечно, не у всех, но когда у тех душ, которые именно на этом, как бы, на этой точке они прикреплены к Божественному, то есть именно в точке своего прикрепления к Божественному они не ощущают эту Божественность, и именно поэтому они так остро реагируют на нее. Так вот, души людей типа Ницше, которые не могут смириться с отсутствием этого прямого диалога, который не может сказать просто «Ну ладно, кто я такой, я ничто, и почему это Бог должен со мной разговаривать», а которые ощущают свое величие, они говорят, что раз Бог со мной не говорит, значит, Бог умер. И в общем-то в этом есть нечто позитивное. Этот протест, он имеет позитивный аспект, а вовсе не только негативный и отрицательный. И в этом плане то, что атеизм распространился в нашу эпоху, это вовсе не показатель духовного падения человечества, наоборот, это показатель духовного продвижения человечества. Если в эпоху Сократа он один был, там, или кто-то небольшой группы людей вокруг него были атеистами, он был даже Сократ казнен, как известно, за атеизм, то есть, только, может быть, примитивно понимали это люди вокруг него, то в эпоху Ницше и после в наше время атеизм стал широко распространенным. И в этом смысле атеизм является по-настоящему вызовом для религии. Он не был таким вызовом, кстати, в прошлые века. Время атеистов было немного, это были отдельные интеллектуалы, а в наше время это массовое явление. А раз это массовое явление, значит, вызов пришло и во время этого вызова. И поэтому религия в наше время не может игнорировать атеизм, не может сказать, что это просто люди, не научившиеся им не объяснили, они просто глупые. Религия должна понять, в чем позитивный смысл атеизма и в соответствии с этим исправить саму себя, как и вообще любая такая проблема, как я сказал, является вызовом. И постараемся понять, в чем же это состоит. Раф Кук посвятил довольно много места вот этому анализу атеизма. Поскольку в том духовном пространстве, в котором он работал, это пространство Восточной Европы конца 19-го, начала 20-го века и пространство евреев страны Израиля, сионистского движения в первой трети 20-го века, в этой среде как раз атеизм был мощнейшим явлением, на вызов которого надо было дать ответ. И основные моменты подхода Рафа Кука к атеизму состоят в следующем. Прежде всего, говорит Авгук, любое представление о божественном является само по себе неправильным, поскольку божественное оно вне мироздания, оно трансцендентно. Трансцендентно, то есть находится вне мироздания, эта трансцендентность имеет своим следствием то, что никакое из понятий нашего мира не приложимо к Богу. Потому что все понятия нашего мира, все понятия нашего языка, это все понятия внутри этого мира. И будучи вещами внутри этого мира, они не могут быть никак отнесены к тому, что вне этого мира, то есть к трансцендентной божественности. А это означает, что любые слова, которые мы говорим о Боге, являются неправильными. И просто мы говорим эти слова только в том смысле, что они несколько лучше, чем противоположные им слова. Это говорит еще Маймонит, и это классика религиозной философии, так называемое отрицательное богословие, отрицательная теология, которая не в том смысле отрицательная, что она плохая, это разумеется, а в том смысле отрицательная, что она говорит, что о Боге нельзя сказать ничего, нельзя сформулировать положительного утверждения. Маймонит приводит такой классический пример, что мы говорим о Боге, что Он мудр, а не что Он глуп. Не потому, что Бог на самом деле мудр, в том смысле, что, например, к камню нельзя отнести понятие не мудр, не глуп, потому что камень находится ниже этого уровня мудрости и глупости, а в Всевышний находится выше уровня мудрости и глупости, и поэтому слово мудрость и слово глупость неприменимо ко Всевышнему, только из-за того, что слово мудрость обладает в нашем понятийном пространстве позитивным смыслом, которому мы хотим соответствовать, а глупость обладает негативным смыслом, которому мы не хотим соответствовать, и поэтому мы говорим, что Всевышний мудр, а не что Он глуп. То есть, иными словами, Любое утверждение про Всевышнего – это отрицание противоположного утверждения. Чтобы отрицать фразу «Всевышний глуп», мы говорим «Всевышний мудр». Но само по себе мудрость неприменима. Не потому, что Всевышний не проявляется в качестве мудрости. Это верно. Всевышнего проявления – это мудрость. Но проявление, а не Всевышний сам. Потому что сам – это трансцендентное понятие за пределами любого нашего понятийного аппарата. И в этом смысле мы можем рассуждать, вообще говоря, только о проявлениях Бога в мире. Мы можем рассуждать только о идеалах, которые Бог нам говорит. И, в общем-то, именно эта идея является сущностью еврейской концепции невидимого Бога. Ведь невидимый – это не только то, что нельзя увидеть глазами или нельзя изобразить на картинке. Невидимый – это то, что нельзя описать, чему нельзя дать никакого позитивного определения. Именно в этом глубокий смысл слова «невидимый». И невидимость Бога означает, что видимыми являются проявления Бога, видимыми являются идеалы, которые Бог нам дает. Или, что то же самое, концепция невидимого Бога учит сосредоточиться на божественном пути для человека. То есть, что мы должны делать, в чем является наш идеал, что Бог хочет от нас. Вот это вопросы будут реальные. А вопрос «что такое Бог?» не является вопросом реальным, верифицируемым. Более того, не является вопросом осмысленным. Потому что, как только мы задаем вопрос «что такое?» или «кто такой?», мы хотим описать в терминах нашего мира, потому что никаких других терминов у нас нет. А трансцендентность, то есть замирность, за пределами мироздания, по самой своей сути она не может быть описана понятиями нашего мира. И поэтому иудаизм совершенно уходит от обсуждения, что такое Бог, какой Бог, кто это такой, и вообще давания любых определений. Но совсем не давать определений невозможно, потому что если мы не будем совсем давать определений, мы не сможем говорить. И поэтому в каждую эпоху мы даем какие-то определения. И мы пытаемся дать наиболее возвышенные, наиболее правильные, с нашей точки зрения, наиболее подходящие определения. И в некоторую эпоху они работают, они являются возвышенными. А потом происходит взросление человечества. И то, что раньше казалось возвышенным, теперь представляется примитивным. Человек взрослеет, личность взрослеет. То, что было в детстве, казалось возвышенным, во взрослом возрасте кажется примитивным. И человечество взрослеет точно в таком же смысле. И народ взрослеет, и человечество взрослеет. И поэтому то, что казалось человечеству возвышенным на прежнем уровне выражения, кажется примитивным через некоторое количество столетий. И вот тогда, говорит Равкук, именно атеизм занимается критикой этих примитивных представлений о Боге. Атеизм высмеивает примитивные представления о Боге и как бы разрушает религию, а на самом деле он расчищает площадку для более возвышенного представления о религии. И без этого разрушения примитивного представления невозможно расчистить площадку. То есть для того, чтобы строить, нужно иногда сломать предыдущие здания. И ничего нового сделать невозможно. И если, например, на некотором этапе развития человечества здания бывают только в два этажа, скажем, то и фундамент у этих зданий он на два этажа. И никак невозможно на этих двух этажах воздвигнуть пятиэтажное здание. И приходится сломать это двухэтажное здание, осетить площадку, сделать совсем другого уровня фундамент. И на нем уже возвести пятиэтажное здание. А потом, когда мы хотим воздвигнуть не пятиэтажное, а двадцатипятиэтажное здание, то приходится сломать пятиэтажное здание, чтобы воздвигать двадцатипятиэтажное. И когда мы хотим построить небоскреб еще большей высоты, приходится сломать предыдущее здание. Его нельзя просто так надстроить, потому что его фундамент не годится для более высокого построения. И поэтому всегда, когда мы на одном и том же месте строим, а мы не можем строить на другом месте, потому что это и есть наша собственность. Мы строим в своей собственной цивилизации, у нас нет другой цивилизации. Мы строим в своей собственной культуре. И когда мы хотим построить более высокое, более возвышенное здание, которое будет действительно продвигаться к небу, которое не будет головой до неба в актологическом смысле, что было бы в Вавилонской башне, а которое будет постоянным продвижением и стремлением к небу, то нет выбора. Мы должны разрушать прежние здания. И здесь есть две функции. Кто-то должен сохранять эти здания как образ, как часть, потому что в каком-то смысле они потом встраиваются в эти более высокие здания, потому что в этом здании, которое будет стоэтажным, в нем было и одноэтажная, части двухэтажные, пятиэтажные. Эти все части есть, только они теперь уже часть общей системы, а не просто стоящие двух- или пятиэтажные здания. И они уже стоят, как часть этой системы, совершенно на другом уровне фундамента. И поэтому есть люди, которые выступают против разрушения, которых важен этот образ, и они потом его сохраняют, и потом они его вкладывают в это стоэтажное здание. Но есть другие люди, которые разрушают это пятиэтажное или двухэтажное здание именно для того, чтобы построить здание более высокое. Разрушение только в том, что обычно в нашей физической жизни те, кто ее завершает, они же, собственно, подистревают. Наоборот, когда приходит проект более высокого здания, то только тогда завершается более маленькое. А в истории культуры происходит иначе. В истории культуры это разные люди. И поэтому есть люди, которые построят более высокое здание, но чтобы они могли прийти, другие должны до этого разрушить более маленькое здание. И это очень печально, может быть, иногда. У нас было двухэтажное здание, а теперь этого двухэтажного здания нет. Давайте все поплачем, как произошло плохо, как мы лишились двухэтажного здания. И правда, это печально, что мы лишились двухэтажного здания. Только это было необходимо для строительства пятиэтажного. И эту работу делают разные люди. Вот те люди, которые атеисты, в них остро чувствуют. Не те люди, которые идут толпой за атеистами, не те, которые по уже проложенному шоссе, просто не думая, передвигают ноги. А те, кто прокладывает это шоссе, те, кто создают эти новые концепции атеизма. Люди, кто сказал, типа Сократа или типа Ницше, или другие люди мира хаоса, души мира хаоса, точнее. Так вот эти души мира хаоса, они ломают старое здание, потому что оно невыносимо примитивно. Потому что они не могут согласиться с таким примитивным зданием. И их душа уже видит, чувствует, подсознательно чувствует вот это величие более высокого здания. Пятиэтажного вместо двухэтажного, или двадцатипятиэтажного вместо пяти, или стоэтажного вместо двадцатипятиэтажного. И на каждой эпохе это заново делается. То есть то, что было хорошим зданием в предыдущую эпоху, уже невыносимо примитивно, невыносимо маленько. В нем нельзя поместиться. Душа требует более высокого. А если реальное здание не такое высокое, так сломать его требует душа мира хаоса. Не может его выносить, его примитиво. И в этом смысле атеисты являются важнейшим движением, которое сопровождает религию на всем ее протяжении. Еще раз, религию философского типа. То есть тот вид религии, который появился после осевого времени. Когда религия – это некое размышление о мире, некое представление о мире, некая философско-теологическая система. Потому что до осевого времени это была прямая связь с высшими мирами, и она не требовала никакой рефлексии. И даже без всякой формализации она была живой. Так как сегодня человек общается с окружающими людьми и, может быть, и не может подвести под эту философскую базу, но тем не менее общается, потому что это реальность. И точно так же человек общался в таносическое время, в мифологическое время с высшими мирами без всякого подведения философской базы под эту, потому что это была реальность. А религии, вот именно философско-теологического типа религии, которые относятся точно так же современный иудаизм, или точнее иудаизм второго храма и дальше, так же, как и другие религии, появившиеся после, или вспомневавшие после осевого времени. Только иудаизм сохранил свой фундамент, это другое дело, и поэтому он и оказал влияние на всё человечество. Но тем не менее тоже иудаизм является для нас философско-теологической концепцией, как ни крыльки. Так вот, все такие концепции, они всегда несовершенны, и поэтому все такие концепции, начиная с самих их создания, в эпоху сразу после осевого времени, сопровождая их непременным спутником, их оппонентом является атеизм. И он всё время, в каждую эпоху, критикует то, что уже стало примитивным, что раньше ещё казалось нормальным, а потом течество повзросло и стало примитивным. Для Сократа таким примитивным были олимпийские боги, для Ницше таким примитивным была вся христианская теология. Кстати, Ницше очень амбивалентно относился к еврейскому народу, с одной стороны выступая против иудаизма, а с другой стороны воспевая величие иудаизма. И эта амбивалентность – это как раз такой очень чёткий показатель душ мира хаоса. Они, их самих это влечёт и их же самих это отталкивает, именно потому, что они не могут дать чёткого, у них нет чёткого понимания этих вещей. И поэтому, с одной стороны, они чувствуют глубинную истину, глубинный свет, а с другой стороны, они на своём уровне понимания этого видят внешнее несовершенство. И это внешнее несовершенство столь сильно в их душе контрастирует, противопоставляется и противоречит внутреннему свету, что в одни периоды своей жизни, в одни состояния свои, в одни моменты своей биографии они воспевают этот свет, а в другие ненавидят внешнее несовершенство проявлений. Именно потому, что они, в общем, не в состоянии понять его, а не отреагировать, отнестись к этому просто спокойно, они не могут. На то они идут с мира хаоса, чтобы не относиться спокойно к таким вещам. Так вот, возвращаясь к этому, каждый эпоху отдельно сказал, для Сократа – это олимпийские боги, для Ниццы – это бог христианской философии. А в современном атеизме самым важнейшим вещью, которую оно не переносит, – это фраза «Бог существует». И атеист не может смириться с этой фразой. Он начинает, для того, чтобы с ней бороться, эта борьба выражается в форме, например, логических доказательств того, что бога нет. Это было и у Ниццы такое доказательство, и у современных атеистов. И они всегда объясняют, что понятие о Боге – оно примитивно, оно самопротиворечиво, что если бог всезнающий, то он не может не знать, что будет, и поэтому он не может вообще никак, скажем, раскаяться, изменить свою позицию, ведь он все знает, и всезнание бога противоречит свободе выбора человека. Или то же самое выражалось раньше в фразе «Может ли Бог создать камень, который он сам не может поднять?». То есть тот или иной пример логического парадокса, который в глазах атеиста опровергает существование Бога. Но на самом деле, конечно, корень этого опровержения вовсе не в самом логическом парадоксе. Но мало ли есть логических парадоксов. Начиная с парадоксов, каких-то простейших парадоксов теории множеств, которые стоят в основании математики, и, безусловно, любой человек, занимающийся математикой, прекрасно знает о парадоксах теории множеств, есть разные варианты решения этих парадоксов, вовсе нет одной стандартной математического подхода, есть разные подходы, и тем самым в основаниях математики, безусловно, есть брешь и трещина, и тем не менее никто не начинает опровергать, что 2х24. И все математики прекрасно пользуются и продолжают ее развивать, прекрасно при этом осознавая, всякий математик прекрасно осознает, что есть определенные проблемы и трещины в основаниях математики. И тем не менее это не мешает ей заниматься. И почему же, если трещины в основании математики, то что такое трещина, то есть логические нисходимости в основаниях математики не мешают заниматься математикой, потому что кто-то занимается математикой, как бы развивая реальную математику, он не так уж задумывается об основаниях математики. Совершенно другая область. Развитие математики и развитие оснований математики – две, в общем, совершенно разные математические профессии, скажем так, внутри математики. Так почему же тогда логические противоречия в его образе Бога приводят его к атеизму тотальному, потому что Бога нет? Он не видит, что математики нет. Именно потому, что ему хочется сказать, что Бога нет. И логические противоречия здесь служат только зацепкой, формальным основанием для этого, и не более того. Но настоящая причина, почему он хочет сказать, что Бога нет, она состоит, кстати, совсем не в том, что он хочет отрицать этику, совсем не в этом. То есть очень глупо и совершенно неправильно приписывать атеистам отсутствие этики. Она состоит совершенно в другом. Она состоит в том, что фраза, и вот этот весь вызов атеизма современного состоит в том, что фраза «Бог существует» – эта фраза тоже неверна. Ведь трансцендентное – это то, что за пределами этого мира. Поэтому сказать, что Бог существует, или сказать, что Бог не существует – это при равномерии приписывание Богу определенных понятий этого мира. И если Бог всевышний трансцендентен, то есть за этим миром, то ни слово «существование», ни слово «несуществование» не может быть к Всевышнему применено. Это тот же самый момент, когда Маймонит, как я уже цитировал, говорит о том, что умный и глупый неприменимо к камню, который находится ниже уровня умности и глупости, и также оно неприменимо к Всевышнему, который находится выше уровня умности и глупости. Но ровно в этом же смысле, в каком неприменимо умность и глупость, неприменимо к трансцендентному понятию существования. Потому что это вещь нашего мира. И в этом смысле очищение представлений о Боге должно прийти к пониманию этого, что само приписывание существования – это как бы и приписывание существования – это примитив. И вот именно этого продвижения требует от нас современный атеизм. То есть он требует понимания того, что все, что мы говорим о Боге, является не более чем нашим описанием проявлений Бога. Что по-настоящему сутью религии не является утверждение о существовании Бога, а является утверждение о диалоге с Богом, о вмешательстве Бога в нашу жизнь. И что это вмешательство мы можем постановить или постановить, что оно его нет, только мы сами можем это сделать, зависит от нашего выбора, от нашей позиции. То есть переход к навязанности религии, к осознанному выбору религиозной позиции. И вот такой осознанный выбор религиозной позиции носит в современном религиовидении название «постатеистическая религиозность». То есть предатеистическая религиозность базируется на том, что существование Бога – это несколько объективный факт, я никуда не могу деться, тот, кто Бога отрицает, он просто дурак, и это никак не зависит от меня. И Бог существует ровно в том же смысле, что существуют дома, деревни, деревья, небо или камни. Или формула «дважды 24». И так же, как «дважды 24» истина, так же и Бог истинен. Но это на самом деле всё перенос на божественность понятий этого мира. Осознать, что этот перенос примитивен, что я придерживаюсь ощущения диалога с Богом не потому, что я могу это доказать, не потому, что это давлеющий на меня пресс, а потому, что я выбираю, я свободно выбираю такую позицию, потому, что только когда есть свободный выбор, только тогда можно находиться в настоящем диалоге с Богом. И вот этот переход к новому уровню диалога не может быть сделан без разрушения старых и примитивных представлений о Всевышнем. И именно это разрушение делает для нас атеизм, современный, широко распространённый. И в этом смысле атеизм – это не враг религии. Это враг примитивных представлений о религии. Атеизм – это вызов, это оппонент, это проблема. А все проблемы даются нам для того, чтобы мы поднялись на более высокий уровень в процессе решения этих задач, фактически решения этих проблем. Фактически это решение задачи, которые Всевышний ставит перед нами. И поэтому настоящее понимание атеизма и переход от до-атеистической формы религии к пост-атеистической является важнейшим действием современной религиозности и важнейшим продвижением, которое мы можем совершить, именно когда осознаем, что атеизм – это не враг, а вызов.